САМАРСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯ В этом году в конференции приняли участие зарубежные коллеги – экономисты из восьми стран, которые ведут с Самарским экономическим университетом совместные проекты – Португалии, Чехии, Латвии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, а также из 35 других российских регионов. Представители государственной власти и бизнес-структур. В Самаре я первый раз красивый город, большой. Самара – развивающийся город. Здесь промышленность развивается, экономика идет на верх. В сложной финансовой ситуации в последние несколько лет в Самаре, как и по всей России, отметили спад производства. Предстоит много работы, чтобы развивать предприятия и повышать их инвестиционную привлекательность, отметили участники конференции. Ну что надо делать? Надо повысить производительность труда. Это раз. Вы знаете, что вопрос диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а Самарская область, ими богато. Должны быть выработаны механизмы, как реализовать те поручения президентов в той части, которая касается перевода оборонных предприятий. Одна из этих задач – к 2030 году перевести 50% объема производства оборонных предприятий на гражданскую продукцию, которая должна быть востребована, могла бы продаваться по стране и за рубежом. Уже сейчас Самарский регион входит в пятерку субъектов с самым развитым промышленным производством. Благодаря этому предприятия 63-го региона получили государственную поддержку из Федерального фонда – больше 2 миллиардов рублей. Для нас это очень важно, поскольку сегодня очень активно идут процессы изменений в развитии промышленности и экономики в целом. Сегодня, вы знаете, мы уже получили новое название – цифровая экономика. И это не просто новый бренд, это реалии жизни. В центре внимания областных властей – промышленный сектор. Это ведущая область экономики Самарского региона. Ученые изучают проблемы экономики на конкретных предприятиях. В областном министерстве создан информационный ресурс. В нем собирается информация от главных инженеров и их рабочей группы, а также специалистов по информационным технологиям, чтобы выяснить проблему и потребности каждого предприятия. Мы сегодня уже предложили предприятиям определительно ответственных, ответственных из числа руководящих инженерно-технических работников. В этом ресурсе будут замещены компетенции научно-образовательных учреждений и потребности предприятий. То есть мы вас предлагаем, приглашаем в этот ресурс, и мы планируем административно сопровождать эту программу совместно с Министерством экономического развития, и плюс с ВУЗами, с нашими. Основная проблема в развитии экономики сейчас – это снижение платежеспособности населения, дефицит высококвалифицированных специалистов, невысокие темпы модернизации. Однако даже в такой непростой ситуации специалисты отмечают рост производства и акцент на развитие инноваций. Сегодня самарские предприятия, как крупные промышленные, так и малый и средний бизнес, нацелены на тесное сотрудничество с ВУЗами. Учреждения науки и образования вносят существенный вклад в развитие самых современных проектов в сфере машиностроения, автомобилестроения, ракетно-космической отрасли. Мы не занимаемся производством, мы в этой части материальных ресурсов, конечно, не наращиваем, но наш опыт, многолетний опыт работы с предприятиями реального сектора экономики, консалтинговой работы, расчетной работы, он действительно позволяет нам гордиться теми результатами, которые мы получаем. Сейчас в Самарском экономическом университете готовят специалистов, которые не только разбираются в экономике, но и понимают специфику отрасли, в которой работает предприятие. Ученые уверены, такая двойная подготовка – залог успешного развития экономики в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok